С нами снова Юрий Львович Болотин, он снова расскажет о черных дырах, но уже не просто сложно физическую теорию черных дыр, а все конкретно о черной дыре в центре нашей галактики. Ну да, но вот все-таки так вышло, что Елена Юрьевна рассказала большую часть того, я думаю, что услышно, да, что вы говорите? Елена Юрьевна рассказала, наверное, дальше не включать, да? По-ближе. Раз, раз. Атака. Елена Юрьевна рассказала большую часть того, что я собирался рассказывать, поэтому у меня появилось, наверное, немножко времени, и я хотел бы сделать небольшое отступление, рассказать, может быть, для вас интересную вещь, но заодно немножко отдохнем. Вот если вы зададите вопрос, какое слово чаще всего используется в космологии, ну, конечно, нужно отбросить слово «всеверное», тогда окажется, что таким словом вводит слово «ха», которое, по-моему, ну, в общем-то, лидирует со страшным отрывом. Вот здесь выписано несколько терминов, хотя эту табличку нужно заложать достаточно долго, вот, но я бы хотел рассказать о двух людях, вот, один из которых фигурирует во всех этих терминах, законах и так далее, а второй человек, а второй человек, который, вот, от него осталась практически одна буква, метрик, ну, и вот, это некая история, так, вот, которая, ну, как бы, вот, некий такой детектив такой космологический. Вот, видите, вот, вы, наверное, задумывались, почему, вот, в Великом законе Хаббла, вот, этот коэффициент обозначен буквой «ш», понятно, что это просто первая буква фамилии «х». Ну, вот, я как раз хотел рассказать, что с таким же успехом этот закон мог бы формулироваться, используя букву «эль» и используя совершенно, ну, как бы, начальную букву фамилии совершенно другого человека. Вот, наверное, вот, наверное, многие из вас читали замечательную книжку, которая называется «Первые три минуты». Это книжка, ну, это книжка, ну, великого физика, космолога, вот, гауреата Нобелевской фемии Вальникова. И вот, в этой книжке приведен график, который вы уже несколько раз видели, вот, в Лешиной лекции, да. Вот этот график, это, он взятый с знаменитой статьи Хаббла, ну, который открыт, ну, скажем, не открыт, а объявлено о существовании линейной зависимости между скоростью и расстоянием головы. И вот, я обратил внимание, когда-то, вот, Вайндер, он задал удивительный вопрос, который может возникнуть у каждого. Ну, вот этот вопрос красными буквами написан. Трудно избежать заключения, что Хаббл знал ответ, да, вот, который хотел получить. Ну, в самом деле, если вы посмотрите на это множество точек, да, то для того, чтобы провести через них прямую линию, ну, когда еще, в общем-то, не было компьютера, и никто, ну, особенно не пользовались Хи-квадратом, да, то, в общем, ну, видно, что на прямую линию это так мало похоже. И вот, в самом деле, возникает вопрос, знал ли Хаббл этот ответ, или, другими словами, кто открыл закон Хаббл? Дальше, пожалуйста. Вот, ну, Хаббл, вот, здесь написаны годы его жизни, и написаны все вот эти его великие открытия, они уже вот на первой лекции укаменолись, на второй лекции укаменолись. Вот. И, если вы посмотрите, ну, допустим, википедию, то в этом увидите, что, ну, скажем, Хаббл называет великим астрономом, и как бы сравнивать, что может быть со времен Коперника, другого такого человека, не было. Вот. Вот есть такая, удивительно, очень такая хорошая книжка, Христоматия, ну, по астропизике. Это книга первоисточника, ну, то, что великого в астропизике сделали. И Копбл там единственный человек, который там упоминается три раза, то есть три его открытия считаются достойным упоминания в этой книжке. Вот. Ну, вот здесь приведена тоже цитата. Еще в деньгале 25-го года, но Копбл был довольно молодым человеком, он родился в 89-м году, значит, ему было всего где-то 36 лет. И вот председатель американского астрономического общества сказал, что Хаббл во сто крат расширил объем материального мира. То есть Хаббл был первый человек, который доказал, что на самом деле влечный путь не исчерпывает, как бы, множество бюро и множество галактик, с которыми мы имеем дело, то есть он открыл, как бы, не галактическую эру, не галактической астропизмы. Дальше. Ну, значит, в середине, ну, вот нам здесь в каком-то смысле важны даты, в середине 29-го года Хаббл опубликовал статью о связи между расстоянием и лучевой скоростью вне галактических туманностей. Ну, понятно, что это речь идет о том, вот как раз о том разбегании галактик, о котором почти на каждой лекции говорится. То есть то, что описывается законом Хаббл. Вот. Ну и, скажем, наблюдая разбегание галактик, вот они достигли максимальную скорость, которую они видели. Это было 42 тысячи километров в секунду. То есть, ну, уже достаточно большие скорости. Для того, чтобы наблюдать еще большей скоростью, ну, нужны были более мощные телескопы. Потому что скорость пропорциональна расстоянию. Если вы хотите увидеть большую скорость, то они должны были дальше видеть галактики, находящиеся на большем расстоянии. Дальше. Вот. Ну, вот, что еще можно сказать о Хаббле, значит, вот он, помните, значит, он родился в 89-м году, он принял участие в Первой мировой войне. То есть, ну, он не успел повоевать, экспедиционный корпус американцев попал в Европу, которая уже Первая мировая война закончилась. Ну, вот, тем не менее, хотели войну. И вот, Хаббл умер в 53-м году. И, ну, как бы, все понимают, что человек, сделавший такие открытия, должен был получить Нобелевскую премию. Но проблема состояла в том, что в то время космология не входила в список наук, за которые должны были давать Нобелевскую премию. Но, тем не менее, шла такая огромная работа, чтобы придумать, чтобы все-таки Хабблу Нобелевскую премию дать. Но вначале, вот, тоже такой великий космолог Хойл, который тоже упоминалось, он организовал специальный комитет, как там перестроить, просьбу перестройки Нобелевского устава, так, чтобы Хаббл получить Нобелевскую премию. В 53-м году, за год до смерти, этот комитет возглавил, вот, тоже, великий фермер. То есть, видите, такие люди принимали участие в Нобелевской судьбе Хаббла. Но, поскольку в 53-м году Хабблу умер, а умершим Нобелевские премии не дают, то это, как бы, история с Нобелевской премией Хаббла закончилась. Дальше, пожалуйста. Ну, и вот здесь тоже самое пишется, вот, в некий, там, Сэндвич, тоже известный очень человек, вот, он привел эти же открытия Хаббла, о которых мы говорили, и утверждал, что каждое из этих открытий, достойно Нобелевской премии. Ну, все эти открытия, они здесь, в одном месте. Дальше, пожалуйста. Ну, вот, как в настоящем детективе, всегда бывает, скажем, что человек, который раньше казался хорошим, он потом оказывается злодеем. Ну, я совсем, как бы, не хочу назвать, как бы, злодеем, но, как вы видите, история, которая сейчас дальше, вот, произойдет, она достаточно забавная. Теперь, ну, со злодеем должен, как бы, кто-то бороться, кто-то должен противостоять. Вот таким человеком был, да, ну, это здесь вот приведено в физике, или в истории физики, есть такой закон, который утверждает, что нет научных открытий, которые бы носили имя того человека, который сделал это открыть. Ну, и вот, в самом деле, если вы начнете ворошить, ну, что угодно, даже включая законы Ньютона, то вы убедитесь, что это вообще, говоря, закон правильный. Это, может быть, какие-то исключения найдете, но это будут исключения, которые только подтверждают. Дальше, пожалуйста. И вот этим человеком был Жорж Леонид. Что это за человек? Он родился, видите, он родился почти, ну, а не почти, одногодки, там, 89-й, 94-й, это не принципиально. Это бельгинец, который в 911 году опручил школу иезуитов, поступил в католический университет. В 2014 году он принял участие в Первом мировой войне, в общем, боевой офицер, награжден высшей бельгийской военной наградой. В 2020 году он защитил диссертацию по теологии и в 2023 году он был рукоположен в Сан-Абат. Но в этом же году он поступил в аспиратуру Эдинкунова. Ну, вот, фамилия Эдинкунова как раз Елена Юрьевна упоминала, фамилия Эдинтоновский кредит. Ну, вообще, это человек, который очень много сделал для теории относительности. Ну, вообще, я очень часто употребляю дерьмин великий, на самом деле, это были очень большие физики. Вот, мне труба счастливилась поступить в аспирантуру к Эдинтону. И вот он начал работать. В 1925 году он поехал в Америку. И пару лет работал в одном из лучших американских институтов, в Носачусетском технологическом институте. В 1925 году он уже получил докторскую степень по физике. В 1960-го года он был президентом Папской академии наук. Ну, на самом деле, когда говорят, Папская академия наук, она может исключить несколько юмористическую, но, наверное, это самая великая академия в мире. Вот эта академия, она была основана в 1603 году, да? Вот там неясно, Галилея был там академиком или нет, там неясно. Но если вы видите, членами ни одна академия в мире не может похвастаться таким набором ученых, да? Вот посмотрите, значит, Ланг, Борг, Резерфорд, Шрибингер, Янг, ну, Янг, может, неизвестен, но это еще, который открыл несохранение четкости. Мобильский лауреат, который в 1956 году, Янг и Ли, открыли несохранение четкости. Хокинг, вот наши люди, советский математик, Мобикал, Манин, ну, Виттл, замечательный физик. И вот он, значит, он был 6 лет президентом этой академии, и через 6 лет просто он был. И вот в 1927 году, значит, будучи в США, он сформулировал теорию расширяющейся вселенной. Он не знал работ Фридмана, ну, вот он написал некую статью, которая, вот сейчас, немножко позже, я эту статью покажу. Ну, как бы, единственное, может быть, вот такая честь ему была отдана, это в честь него был нужен там кратер на луне. Ну, не особо большая честь, да? В общем, при этом, вообще говоря, вы помните, что Ли Меттер был глубоко верующим человеком, но он как-то умел не путать религию и науку. То есть он вообще считал, что религия и наука должны прийти к одним и тем же результатам. И вот он считал, что, скажем, большой взрыв, он абсолютно точно отбисан в Библии. Ну, в общем-то, не будем над этим смеяться, но, в общем-то, понятно, что если этот человек был президентом такой Академии, то это был, о которой я говорил, то это был крайне достойный человек. Дальше, пожалуйста. Теперь, смотрите, вот это приведено, я опять обращаюсь к этой же картинке. Слева картинка из работы Ли Меттера, а справа это картинка из работы Гарри. Да? Вот, с которой мы учили. Видно вообще говоря, что, ну, кто-то и другой проводили прямую линию через это множество точек. Вообще говоря, у Ли Меттера точек гораздо больше. То есть он использовал большее число галлотиков. При этом Ли Меттер абсолютно четко писал, что он частично использовал результаты каблов, но, кроме этого, он использовал и другие результаты тоже. Дальше. Теперь, смотрите, Ли Меттер, вот, кроме того, что он был, вот, как бы, блестящий космолог, он еще был бы хороший вычислительный. У него есть очень много сильных работ по вычислительной методике. И, в частности, он понимал, что такое, вот, если вы усредняете какую-то величину, то вам важно, если какие-то величины менее достоверные, то это нужно включить с меньшей веса. Правильно? Вот он, обратите внимание, вот он включил вес в единице на единице плюс r квадрат, где r – это расстояние до галактики. Понятно, что если галактика далеко, если r большое, то вы знаете скорость, ну, вы знаете красное смещение и скорость, и вы знаете хуже. Поэтому эти галактики у него входили, в далекие галактики у него входили с меньшим весом. Вот, он получил тоже неправильное значение. Он ошибся в 10 раз, ну, понятно, он ошибся в 10 раз, поскольку он использовал данные, частично он использовал данные карбла, у данных карбла была ошибка, то он, как бы, тоже ошибся, но конкретное значение поставленных карбла не важно. Вот таким образом, смотрите, если мы бы назвали бы основные пункты Эстонии, которые связаны с этим открытием, то они выглядели так. Вот в начале 20-го века как было обнаружено расширение в Сирии? В 98-м и 99-м году было открыто ускоренное расширение в Сирии. Теперь давайте вернемся дальше. Считается, что в 29-м году Хаббл обнаружил расширение Вселенной, ну, и на основании этого, как бы, вот, предложил закон. Теперь, в 22-м году, ну, тоже об этом Алексей Евгеньевич говорил, вот, Фридман опубликовал тоже некое решение уровня Эйнштейна. Леметер об этой работе ничего не знал, и пять лет спустя, это 27-й год. Помните, работа Хаббла вышла в 29-м году. Леметер, к несчастью, в неком захолустном журнале на французском языке, он опубликовал статью, ну, в которой он обобщил свои результаты дальше. Абсолютно невероятно, каким образом, да. Ну, понятно, что эту работу, поскольку на французском языке, да еще на каком-то варианте французского, в Бильгии, эту работу никто не читал, а Эйнштейн понял, в общем-то, целом этой работы, и он перевел ее лично на английский язык и отправил, сейчас я забыл, в какой-то, в общем-то, этот перевод, в какой-то хороший журнг. Абсолютно. И вот, обратите внимание, вот, если вы там формулы плохо видны, там все есть, там есть и закон Хаббла абсолютно в современном виде, ну, понятно, что он как бы не называется, закон Хаббла, но по какой-то абсолютно чудовищной причине, из варианта статьи, вот, то, что отмечено в красном, эти вещи были исключены. То есть, ну, вот они, как бы, в тексте, статья выглядит только, когда вы читаете, она выглядит, видно, что там есть пропущенные места, она выглядит абсолютно странно. Так же, я думаю. Вот. Но самое обидное в окстане, ну, как бы, никто не винит, никто не знает, то ли это благодаря, как бы, связям Хаббла исчезли эти статьи. В этом сейчас разобраться сложно. Но более важно то, что никто не был таким противником закона Хаббла, как сам Хаббл. То есть, что обсуждалось? Обсуждалась причина красного смещения. Ну, в принципе, этих причин, ну, как бы, каких-то много. На самом деле, которые обсуждали, таких причин нет. Либо это за счет того, что галактики раздеваются, так? Ну, машина, скажем, параллоз, который будет, отъезжает от нас, и поэтому, ну, мы слышим более низкие танды. То ли это, скажем, изменение частоты, ну, и длины волны фотонов, связано с упоминавшейся вот тоже в лекциях уставшего света. То есть за счет того, что фотоны взаимодействуют со стритой, они теряют энергию, и, ну, соответственно, если они теряют энергию, частота уменьшается, длина увеличивается, и мы смещаемся в красную область. И вот, если вы возьмете любую цитату, ну, вот я специально там книг Хаббла мало переведил на русский язык, поэтому здесь я дальше буду приводить английские цитаты. Но если вы возьмете любые, скажем, вот будете смотреть, как менялась эволюция взглядов Хаббла, то увидите, что он их практически не имеется. Он всегда сомневался, что Вселенная расширяется, что этот закон, ну, давайте посмотрим несколько цитатов. Вот Хаббл никогда не высказывался в пользу расширяющейся Вселенной, да, вот дальше, пожалуйста. Ну, скажем, в одну из работ он пишет, пока не станут доступны новые данные, следует проявлять осторожность по отношению интерпретации и корреляции красного смещения расстояния. Но корреляции красного смещения расстояния – это и есть закон Харка. Вот здесь он, вот она говорит о какой-то новой физике. В 1936 году, ну, здесь нет времени читать эту английскую цитату, я не нашел его русского варианта, он опять говорит о «Уставной свете», дальше, пожалуйста. В том же 1936 году Хаббл был приглашен, ну, Хаббл это был, в общем-то, суперзвездный, был приглашен в «Уставной» и причем там лекции. И, как видите, в этих лекциях он пишет абсолютно че-то. Наши наблюдения показывают, что статическая Вселенная является более приемлемой, чем однородно расширяющаяся Вселенная, описываемая общей теорией относительности. Без всякого насилия над наблюдением, только за счет некоторых специальных свойств излучения, мы можем описать наши результаты в терминах статической Вселенной. То есть продолжается вся та же самая история с «Уставным светом». Дальше, пожалуйста. Вот, вот тут еще одна цитата, которая то же самое. В общем, короче говоря, всю свою оставшуюся жизнь Хаббл упорно боролся с законом Хаббл. Дальше, пожалуйста. Вот тоже одна из таких ярких хаббловских цитат. Мне кажется, что мы, как во времена Коперника, оказываемся перед выбором «Маленькая конечная Вселенная» или «Большая бесконечная Вселенная» плюс «Новые принципы Кизы». Ну, выбор Хаббла абсолютно ясный. Его устраивала маленькая компактная Вселенная, в которой нет никакого расширения. А закон Хаббла был, ну, обязан к уставшему свету. Дальше, пожалуйста. Но теперь все-таки Леметр. Леметр был удивительно благородный человек. Имея, ну, все-таки, огромные возможности, он абсолютно никогда не боролся за свой приоритет. Он все понимал, но вот буквально нельзя было, нельзя найти ни одной цитатой Леметра, в которой бы он оспаривал как-то, ну, даже будучи автором статьи, которая на два года раньше Хаббла, он бы никогда этот вопрос не оспаривал. Ну, вот сейчас сторонники Леметра, они пытаются хотя бы найти какую-то европейскую программу широкую, которую можно было бы назвать его Леметром. Ну, и вот единственная, где вот все-таки вот есть такая тоника, я не говорил, что любое решение уравнения Хринштейнга, это метрика. Это самая такая, ну, наиболее используемая метрика. Это та метрика, которая составляет основу стандартной космологической модели, но там вторая буква, первая буква это Фридм, а вторая буква это Леметра. Дальше. Ну, вот у нас бы поступили, у нас где-то так любят переименования, знаете, вот здесь как бы у Елены Юрьевны нарисуем, как у нас сколько раз был знаменитый Хаббовский телескоп, с которым сделано много открытий, но у нас где-ли, наверное, могли бы и переименовать. Ну, вот, может это будет для вас интересно, просто вот, насколько бывает прихотлива научная судьба и как нужно уметь, скажем, переносить мысли, это можно назвать ударом. А с другой стороны, вот как-то удивительно, да, вот, когда мы говорим о Вселенной, о таких гигантских масштабах, и вот вдруг на наших гигантских масштабах, опять какие-то мелкие человеческие страсти, да, к которым нужно подноситься так, как и в этом. Хорошо, теперь давайте дальше перейдем, я извини, что уже время занялось, но тема «Галактический центр». Ну, как я уже сказал, дело в том, что Елена Юрьевна рассказала многое из того, что хотела рассказать ей. Ну, когда мы говорим «Галактический центр», то мы не ведем все-таки не «Галактический центр», не любой «Галактики», а «Галактический центр», наш «Галактический центр», «Центр» в речном путь в нашей коже. Вот, ну, поскольку, опять-таки, главным героем этого образования является «Черная дыра», то я бы хотел вам пояснить, что на самом деле понятие «Черной дыры» переживалось очень тяжело. И вот до 70-го, примерно, ну, скажем так, до 70-го года, прошлого столетия, все вот звезды физики, они отрицали, вообще говоря, существование «Черной дыры». Ну, понятно, вообще, отвращение физика к бесконечности. Ну, а «Черные дыры», как я говорю вам, это все-таки какие-то особенности, это нарушение структуры пространства-времени. Поэтому, кого вы не возьмите, мы, скажем, вот тот же самый, раз уже мы говорим про Эдингтон, он говорил, я думаю, что должен существовать закон природы, который не допускает, чтобы эволюция звезды закончилась таким абсурдным образом. Запомните, я вам вчера рассказывал о том, что если звезда достаточной массы, это выгорит ядерное топливо, то гравитационные силы схлопнут ее и превратят в «Черную дыры». Ну, то же самое говорил Эйнштейн. Он как бы говорил, что он провел некие исследования, и эти исследования показывают, что в реальном мире отсутствуют шваршильдовские циркулярности. Эти циркулярности – это как раз простейший тип «Черной дыры». Ну, вот Эйнгера, автор термина «Черной дыры», он тоже высказывался таким же образом, но на самом деле, понимаете, что произойдет, это зависит от уравнения состояний, то есть какая связь между плотностью и давлением. И вот Эйнгер считал, что может быть все-таки уравнения состояний такие, что в реальном мире они не допустят коллапса звезды и превращения ее в «Черную дыру». Ну, и наконец-то, я уже надеял этому потребуя термин «Эйнгера», но как бы Фейн, он тоже говорил, что на самом деле, в общем-то, звезда, образованная из реалистического вещества, она не может коллапсировать «Черную дыру». То есть, в общем-то, буквально не было, практически не было ни одного сторонника, и вот оказался таким вот человеком, который верил в существование «Черную дыру» и сделал невероятно много для доказательства их существования. Это вот Кип Толь, да? Один из соавторов знаменитого черника по теории гравитации. Дальше. Теперь смотрите, давайте поймем очень важную вещь. Вот существуют три типа черных дыр. Об одном типе черных дыр мы уже с вами говорим. Что это за черные дыр? Это решение уравнений «Эйнштейн». В них сомневаться не приходится. Ну, ты получил некоторое решение, получил некоторую метрику, подставил бесходное уравнение, и если получил, что 0 равняется 0, значит, какое решение существует. Несомненно, в этом смысле шваршильдовское решение и более сложные решения для вращающейся черной дыры, для заряженной черной дыры, конечно, они существуют. И вот это так называемые математические черные дыры. Второй тип черных дыр – это так называемые физические черные дыры. Для них единственное условие – масса должна находиться под горизонтом событий. То есть, что значит? Это означает, что их размер должен быть меньше гравитационного радиуса. Помните, он проживался, были ли такие аналогические занятия, каким занимались, вот такую как величину, гравитационный радиус – это какая связь между массой объекта и его размерами для того, чтобы она не позволяла свету уйти на бесконечность. И вот такие объекты называются, если у него масса столь большая, что она находится внутри гравитационного радиуса, то это как бы физическая черная дыра. И, наконец, это и есть астрофизическая черная дыра. Это физическая черная дыра, которая может быть образована в результате какого-то астрофизического процесса. То есть на самом деле ситуация более проста. Вот у нас есть некоторый астрофизический процесс, и мы его никак не можем объяснить иначе, чем к привлечению идеи, что мы имеем дело с черной дырой. Вот такой объект называется астрофизическая черная дыра. Проблема заключается в том, что если вы будете честно следить, вот у вас есть какое-то распределение матери, и вы будете следить за образованием черной дыры, то строго за конечное время черная дыра образоваться вообще говоря не может. Потому что вы тоже слышали, наверное, на горизонте событий часы останавливаются, для внешнего наблюдения часы останавливаются, и вам для коллапса в этом состоянии нужно вообще говоря бесконечное время, которое заведомо больше времени жизни вселенной. Но поскольку всегда физики могут найти условия, когда какие-то ограничения нарушаются, то всегда можно думать все-таки каким-то образом эти объекты, а что делать? Вот мы сейчас увидим, что мы не можем никакими другими способами объяснить некоторые явления, как привлечь понятие черной дыры. Дальше, пожалуйста. Вот, теперь давайте подумаем, вот что нужно сделать для прямого обнаружения черной дыры. Для прямого обнаружения черной дыры нужно сделать следующую вещь. Проскочили? Нужно измерить массу объекта, так? Показать, что это масса, что если вы знаете массу, то по формуле r гравитационная равняется 2mg на c квадрат, вы можете найти гравитационный радиус. И показать, что размеры, ну, радиус превышает, что его радиус не превышает гравитационный радиус. То есть это в самом деле, согласно нашим представлениям, это есть черная дыры. Но самое главное, это получить все-таки какие-то прямые доказательства, что у этого объекта есть горизонт событий. Значит, еще раз я опять-таки напомню, в прошлый раз я пытался пояснить, что горизонт событий это условная граница, которая разделяет точки, которые не могут быть причинным образом связаны между собой. То есть вы не можете обменяться этими точками и никакими сигналами, если они лежат по разной стороны от горизонта событий черной дыры. Ну и вообще говоря, желательно, но мы про заряженные черные дыры не будем говорить, большинство черных дыр являются вращающимися объектами. Поэтому желательно измерить момент количества движения этого объекта. для сокращения называется спином, но это не квантовый спин, который обычно был в квантовой дырной 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 дырной. Теперь смотрите, ну на самом деле кроме таких прямых доказательств, как я уже сказал, есть косвенные доказательства существования черной дыры. Это такие процессы, которых мы не можем объяснить никаким образом, если только в них не участвует черная дырная. Вот есть два таких замечательных процесса, которые ну, наблюдаются, видят, это так называемые гамма-вспышки и, конечно, великие гравитационные дыры. Ну давайте несколько слов все-таки скажем о гамма-вспышках. Ну вот, хотя Елена говорила, что, скажем, квазары это самые мощные источники излучения, на самом деле гамма-вспышки, они на порядке более лучшие. То есть это и есть вот, дальше, пожалуйста. Вот гамма-вспышки, это вот некие выбросы энергии, которые столь велики, что они приходят, что мы их можем зарегистрировать, хотя они приходят с гигантского расстояния. Вот обычно, скажем, когда было открыто ускоренное расширение Вселенной, то работали со вспышками сверху. И вот красные смещения, которые соответствовали этим объектам, они лежали в области Z, вот красное смещение, они лежали в области там от 0,7 до 2. Вот Z менялась в этой области практически для всех объектов, для этой выборки, для которой было открыто ускоренное расширение Вселенной. Для гамма-вспышек, вот Z доходит, ну, регистрируют Z порядка десяти. То есть они приходят с колоссального расстояния, это там, миллиарды световых. При этом, в отличие от вспышек сверхновых, они происходят буквально каждый день. Многие из этих вспышек, они видны невооруженным глазом. Ну и вот, как всегда, обычно, вот, очень редко, вот, исключение как раз гравитационной уровне, почти всегда как основные эти открытия, они были сделаны, ну, как бы, искали одно, а нашли совершенно другое. Вот приводили пример с реликтовым излучением, когда случайные люди открыли реликтовое излучение. Точно так же, вот, когда открыли гамма-вспышки, их открыли, по-моему, в 63-м, где-то в 68-м году. Тогда вот СССРШ очень боялись друг друга и следили за атомными испытаниями. В общем-то, считали непонятно, что это откуда-то приходило гигантское дамо излучения. Считалось, что это просто, вначале считали, что это просто следы ядерных испытаний. Вот, дальше. Вот эти вспышки, видите, их можно, если вы их разделите по времени активности, то они где-то, скажем, ну, вот, лежат, скажем, у одних максимума, на масштабе порядка секунды, а у других, ну, так скажем, максимум, который вы знаете, у других это величина порядка минуты. И вот, то есть, видимо, что механизмы различные. Ну, видите, вот это как раз уже это, о которой говорила Елена Юрьевна. Вот считается, что это, вообще говоря, на вспышке, это результат коллапса либо двойной системы, либо звезды очень большой массы в чёрную дырку. То есть, это есть некоторые косвенные доказательства существования чёрной дырки. Следующее, ещё более важное доказательство существования чёрной дырки. Дальше. Это открытый в прошлом году. Сейчас я соображаю. В прошлом. Ну, вообще говоря, в сентябре 2015 года был сам факт, но статья вышла в начале 2016 года. Это открытие гравитационного. Ну, на всякий случай скажу всё-таки, что такое гравитационный дырку. Вот, если у вас есть какой-то заряд, и этот заряд двигается ускоренно, то, вы знаете, скажем, если заряд двигается с постоянной скоростью, ну, ток постоянно, то он сопровождается магнитным полотоком. Если заряд двигается ускоренно, то он излучает электромагнитный блок. Ну, точно так же, как заряд испускает электромагнитные волны, точно так же, ускоренное тело, обладающее массой, оно испускает гравитационный волны. Ну, когда мы говорим про свет, мы хотя бы понимаем, что это такое. Это колебания электрического и магнитного тела. Когда мы говорим о гравитационных волнах, то мы раз по времени, одна вот, когда проходит гравитационную волну, это метрика-минферс. Но есть некоторое очень важное различие между электромагнитными волнами и гравитационными волнами. Ну, наверное, тоже, все-таки, многие издавали перекординами, да? Наверное, знаете, что когда речь идёт об электромагнитном излучении, то там главное – это дипольные компоненты, да? Ну, что такое диполь? Это комбинация отрицательного и положительного заряда. Когда вы начинаете сказать, если этот диполь осценирует, то он излучает вот дипольную компоненту электромагнитного излучения. Но дело в том, что у массы у вас нет положительного и отрицательного. Масса только положительная. Поэтому у массы, вот, у гравитационных волны первая компонент это квадрубольная компонент. Ну, что такое квадрубольная компонент? Это, если вы начнете деформировать окружность, да? Вот, деформируя, если вы строго по окружности расположите шарики, и через эту окружность пройдёт гравитационная волна, то вот на какое-то время, скажем так, окружность превратится, а потом снова вернётся в окружность. То есть вот она испытает квадрубольные колебания. И вот обнаружить эти гравитационные волны, это была, ну, мечта физиков очень давно. Ещё раз, гравитационные волны это колебания пространства времени и то, что меняет метрику. Но если она меняет метрику, то это значит, она меняет расстояние. А если она меняет расстояние, то это значит, что вы можете использовать интерферометры. Ну, интерферометры — это приборы, скажем, у вас луч света проходит какой-то, скажем, помните, я где Мейтельсон, скажем, он пытался понять, чем отличается движение по вращению Земли и по перегулярным направлениям. Он пытался понять, существуют эфиры или нет, и для этого он использовал первый вот такой интерферометр. И вот такие интерферометры, они в точности строятся для гравитационных волны. Ну, понятно, что вам тем легче будет найти изменения, а гравитационные волны, они невероятно слабы. Поэтому, если вы хотите найти какое-то изменение, то вы должны иметь как можно большую базу, как можно большую длину интерферометра. И вот такие интерферометры, они, скажем, ну, они строились во многих местах. Ну, скажем, наиболее продвинутые интерферометры были построены на западном и восточном побережье Соединенных Штатов. Длина этих интерферометров была 4 километра. Значит, зачем два? Ну, для того, чтобы на совпадение, поскольку это редкое событие, да, то ясно, что если они оба зарегистрированы, то это значит, ну, более надежно, вы избавлены от ошибок. Теперь понятно, что на самом деле дело это невероятно сложно. Вот, смотрите, для того, чтобы на самом деле эти интерферометры, они работали крайне редко. Для того, чтобы они работали, нужно договориться было с железной дорогой, чтобы в это время поезда не были где-то близко. Во-вторых, нужно, конечно, чтобы на это время, ведь у вас сесть на толчки всегда есть, нужно было поймать такое время, когда земля относительно слабоколепности. Потому что для этих интерферометров нужно было делать гигантские бетонные подушки, чтобы это было. Ну, в общем, даже вот нельзя было лесородом работать в то время, когда проводились изменения. И вот дальше. И вот произошло счастье. В сентябре 1915 года, наконец, впервые был зарегистрирован некий сигнал, который в сентябре 2015 года был зарегистрирован сигнал. Вот видите, вот здесь как раз видно, что это одно и то же. С левой стороны это то, что там на одном побережье соединенных штабов, а с другой стороны это то, что на другом побережье. Вы видите, что это сигналы совпадают, то есть это речь идет об одном и том же событии. Теперь смотрите, ну хорошо, а при чем тут гравитационные лунды. Вы хотите описать этот процесс? Тогда ясно, что гравитационные лунды могли образоваться в виде какого-то, ну, такого гравитационно значимого события. Ну, скажем, таким гравитационным значимым событием может быть слияние, ну какой-то, скажем, коллапс нейтронная звезда. Это может быть слияние черных дыр. Ну или что-то еще, так сказать, грандиозное по космологическим масштабам. И дальше делаются шаблоны. То есть вы берете какую-то модель. Допустим, эта нейтронная дыра превращается, нейтронная звезда превращается в черную дыр. Теоретики считают, какой должен быть при этом сигнал. Дальше, допустим, у вас три черные дыры сливаются между собой. Теоретики считают, как бы, шаблон, что при этом должно произойти. И вот оказалось там, ну, да, это я вот как раз уже слова не сказал. Вот делается этот шаблон, изменяются параметры у шаблона. То есть вы меняете, допустим, вы считаете, что это сливается в две черные дыры. Вы меняете массу этих черных дыр и смотрим, может ли вы подогнать под этот сигнал или не может? И вот оказалось, что... Следующий, пожалуйста, скажем. Давайте еще следующий. Назад, если вы делаете. Пропустили этот слайд. Ну, в общем, если там нарисована картинка, сливаются две черные дыры, а под этим нарисованы результаты, что дает теоретический расчет. И показано, как в этом случае теоретические расчеты идеально совпадают, ну, и при этом вы подгоняете параметры и определяете, какой массы были черные дыры, которые слились, то нужно было получить именно этот сигнал. То есть, вообще говоря, открытие гравитационной гумы каким-то образом, ну, вот, бьет воду на немницу из-за того, что все-таки остатки физические объекты, которые мы называем черными дырами, они существуют. Дальше. Дальше. Вот. Теперь, смотрите. Давайте подобные. Но где можно искать хорошо? А, может, можно все-таки как-то пытаться, ну, вот, более стронно, чайные дыры, может быть, как-то обнаружить... Другая идея состоит в том, что космос набит двойными системами. Что такое двойные системы? Ну, так, две звезды, которые вращаются вокруг их общего центра тяжести. Но эта пара, она может быть какой? Это может быть две звезды, скажем, большая, маленькая, одинаковая масса. Это может быть какая-то звезда, нейтронная звезда. Но нам бы хотелось, чтобы это была, скажем, звезда какая-то, ну, звезда берега, допустим, и черная дыра. Ну, вот оказалось, и вот начались поиски таких систем. И вот в 64-м году вот такие поиски в каком-то смысле увенчались успехом. Вот некий объект, который называется Лебедь Х1, это двойная система. Среди этой двойной системы есть обычная звезда. Ну, если обычная звезда, это значит, ну, оптический виден. Ну, вот обычная звезда, которая ведет на ней. Но ясно, что если она ведет, если это все-таки участница двойной системы, то вы, наверное, знаете, что они, конечно, вращаются вокруг их общего центра тяжести. Поэтому ясно, что такая двойная система, когда вы ведете геогенами, а этот оптический виден себя достаточно необычный, то вы можете предположить, что он есть как раз участник этой пары. Но теперь дело в том, что еще очень важно. Что на самом деле от этой пары идет сильное рентгеновское излучение. Ну, вот я тоже об этом немножко говорю. Почему? Откуда берется сильное рентгеновское излучение. Черное рентген затягивает вещество обычной звезды. За счет того, что это вещество, вообще говоря, имеет момент, образуется аккреционный диск. В этом аккреционном диске скорости внешней и внутренней скорости очень разные. И за три лет аккреционный диск сильно разогревается. И вот у вас там, скажем, внутренний, вот там, где температура самая большая, там оно достигает миллионов градусов. Ну, существует формула, вот на следующем слайде, если я его не пропустил, то, например, эти формулы, но вряд ли я буду ей пользоваться. Вот эти формулы, которые можно вычислить, что, скажем, для той массы, которая наблюдается, температура, вот излучение будет лежать именно в рентгеновском спектре. Поэтому, если вы видите такое хитрое поведение звезды и видите, что, скажем, от нее идет сильное излучение в рентгеновском спектре, то это тоже, это, ну, это не доказательство, но, по крайней мере, это сильные аргументы в пользу того, что вторым компаньоном этой оптической видимой звезды является черная дыра. Вот. Теперь, значит, если мы говорим о основных кандидатах в черные дыры, если мы говорим о основных кандидатах в черные дыры, то вот такими кандидатами являются двойные системы. А кроме того, как вы поняли из предыдущей лекции, такими кандидатами являются ядра галок. Ну, вот у неверной это были активные ядры, но это может быть помнить, когда она говорила, что нужно питаться, для того, что работать нужно питаться. Вот если, скажем, эта черная гора уже все вокруг съела, то она может превратиться в такой достаточно спокойный объект, и тогда она будет называться не активным ядром галактики, ну, а просто всех насильных в черные дыры. Ну, и вот как раз вот от них, собственно говоря, два объекта, значит, ядра галактики, двойные системы, это и есть основные кандидаты в черные дыры. Дальше. Ну да, вот я бы еще хотел сказать о двойных системах. Конечно, после тех ярких рисунков, которые были в прошлой лекции, вот эту, как бы, галактики, конечно, очень удобно показывать, но тем не менее это разумный рисунок. Что здесь нарисовано? Это нарисована двойная система, и когда вы эту двойную систему изучаете и изучаете светимость объекта, ну, от него идет рентгеновское излучение и смотрит, то вы видите, что в одном случае у вас вот ситуация очень сильно разделена. В одном случае у вас для некоторых объектов светимость маленькая, это те объекты, которые нарисованы черными тучками, а для других объектов светимость большая. Вот оказывается, что, ну, потом об этом скажу, светимость большая, если вы имеете дело с жесткой поверхностью. Вот когда у вас вещество из какой-то звезды аккрецирует на нейтронную звезду, и поверхность жесткая, то светимость на несколько порядков отличается от того случая, когда у вас вещество проваливается сквозь горизонт свет. И вот, как вы видите, вот эти черные дневные точки, они достаточно сильно разнесены друг от друга, причем они не разнесены по горизонтальной оси, а тоже вперед вращение. Видите, для очень разных систем они все равно далеко разнесены. Дальше. Ну, да. Вот теперь мы, собственно говоря, переходим. Вот мы живем в неком объекте, который называется Влечный пункт. Если вот вы написали письмо, то адрес нашей это Земля, Солнечная система и Влечный пункт. Ну, что это за такое устройство? Как устроена наша голодка? Ну, может, не надо, может это все и как сделать, да? Ну, хорошо. Ну, вот, собственно говоря, ну, какие размеры у нашей галактики? Вот у нашей галактики размеры порядка тысячу, ста тысяч световых. Ну, чтобы себе представляли для того, кому более знакома там единица парсек, то парсек это примерно три световых гор. Вот мы находимся на расстоянии, да, в центре галактики, есть вот то, что называется галактическим центром, есть нечто яркое, которое видно очень хорошо в радио и в рентгеновском диапазоне, в гамма диапазоне, но плохо видно за счет поглощения соседней стрепы, плохо видно в оптическом диапазоне. Вот мы находимся, вот, мы находимся Солнце, Солнце находится на расстоянии примерно, ну, Солнечная система, на расстоянии порядка двадцати восьми тысяч световых лет от центра галактики. Если мы двадцать восемь, если мы двадцать восемь тысяч световых лет переведем в парсеки, то мы находимся от центра галактики на расстоянии, а нам сейчас придется углы считать, нам нужно знать это расстояние, мы находимся на расстоянии восемь с половиной килопарсек. Вот, теперь, посмотрите, вот, если мы говорим о демографии, ну, что есть в этом нашем Млечном пути? В нашем Млечном пути есть тоже эти цифры уже приводились. Десять в одиннадцатой звездах, то есть это сто миллиардов звездов. Десять в десятой белых карликах, десять восьмой нейтронных звезд и десять в седьмой черных. Ну, вы спросите, откуда берутся эти цифры? Ну, понятно, что это есть некие наблюдения, потом за счет усредений приводятся эти цифры. Ну, здесь можно заметить, если вы помните, когда открывалась наша школа, то кто-то из начальства сказал, что вот есть в небе есть сорок объектов, которые названы сотрудниками университета. Ну, видно, что особо беспокоиться нечего, то есть вот как бы каждый может иметь свою звезду, звезд, как бы хватит на все человечество, даже если население резко увеличится, то все, кто в Млечном пути хватит звезд, чтобы назвать как бы они. Ну, теперь, собственно говоря, вот здесь прилетельные характеристики галактического центра, о которых я уже говорил, ну, и, может быть, стоит заметить, что как бы впервые изображение галактического центра, оно было получено где-то в 48-50-м году, и вот он хорошо наблюдаются в инфракрасном, венгеновском гамма-диапазоне и вот только вот. Дальше. Вот. Теперь, собственно говоря, зачем нужен, почему все-таки стоит изучать, почему галактический центр представляет такой интересный объект. Какие, как бы, сверхзадачи связаны с галактическим центром. Во-первых, это самое интересное, это доказать, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная черная Д. Это, как бы, первая суперзадача. Вторая важная задача – это тестирование общей теории относительности в сильных полях. Дело в том, что, вы понимаете, любая теория, она имеет свою область примененности. Ну, вы знаете, что, скажем, классическая механика – это замечательная наука, но она справедлива только тогда, когда в Экце много меньше единиц. Если в Экце, ну, если у вас скорости, порядка скорости света, то вам нужно заменить классическую механику специальной теорией относительности. Если у вас появляются эффекты, связанные с квантованием, то есть h не равняется, постоянная планка не равняется нулю, а есть некая дискретность, то вам нужна квантовая механика. Но теперь, когда мы говорим о… когда у нас появляется гравитация, нам нужна общая теория относительности. До сих пор, где она проверялась? Она проверялась только в рамках Солнечной системы. В рамках Солнечной системы гравитационные поля очень сложные. И там хорошо известно, что общая теория относительности – это блестящая работа. Но всегда есть опасения, что в сильных полях нужно что-то другое. А как раз мы понимаем, что любая черная дыра – это максимум того, что вот тут, ну, это максимальная сила на горизонте событий, которую мы можем достичь. Поэтому с точки зрения исследования общей теории относительности в сильных гравитационных полях, конечно, центр галактики – это золотой путь. Ну, и наконец-то, вот… не наконец-то, да. Помните, вот много говорилось о том, что вот Вселенная, 24% примерно Вселенной составляет так называемая темная материя. Ну, темная материя, она потому и темная, она не испускает и не поглощает гравитационные волны, электромагнитные волны. Но она гравитационна, она ничем не отличается от обычной материи. Поэтому, если у нас около черной горы сильная гравитация, ну, там должны быть какие-то скопления темной материи. А любое сечение рассеяния, вот если вы рассеиваете частицы друг на друге, они не пропорциональны к новостям. Понятно, что там вот эти следы аннигеляции темной материи в галактическом центре обнаружить легче, чем в галактическом центре. Ну, и наконец-то понятно, что что там находится в центре – это зависит, ну вот, предсказать, наше будущее. То есть, если там черная дыра, то это будущее одно. Если там что-то другое – это будущее, как бы, совсем другое. Да. Дело в том, что черные дыры, они привели к абсолютно новой теории образования галактики. То есть, раньше, в общем-то, была достаточно понятная, так называемая, иерархическая система образования духа. Что это значит? У вас в центре всего были гравитационные неустойчивости. Когда-то в результате этих гравитационных неустойчивостей у вас возникли звезды, ну, тоже как результат гравитационной неустойчивости. А потом у вас постепенно происходило усложнение. Звезды объединялись в галактике, ну, в галактике – кластеры, кластеры – супер-кластеры. То есть, у нас была такая строго иерархическая система, и все началось. То есть, звезды образовывались раньше галактики. Но потом возникло некое сомнение, что такая теория в крайне. Когда удалось с помощью телескопа посмотреть, как устроена система на уровне примерно 300-400, вот когда это было 300-400 миллионов лет, то оказалось, что там уже существовала ничто похожая на галактику. Но от момента образования первых звезд, а это примерно Вселенной 50-100 миллионов, до вот этого момента наблюдения галактики просто не могли образоваться согласно стандартной модели. Поэтому начались поиски каких-то других вариантов. И эти другие варианты, они были тесно связаны с теорией инфляции. Ну, вот рассказывали, что, скажем, что такое инфляция – это невероятно быстрое расширение Вселенной в первые ее мгновения. То есть, когда Вселенной было, ну, невероятно мало времени, там, 10-30 в восьмой секунду. Вселенная очень сильно расширилась, но тогда уже во Вселенной существовали квантовые флуктуации. Ну, эти квантовые флуктуации, они существуют всегда. И вот эта квантовая инфляция, она растянула любые линейные размеры. Ну, как бы, все растянуло. Поскольку что такое инфляция – это увеличение масштабного уровня. Значит, у вас увеличился масштаб, и поэтому все различные размерности длины, они невероятно увеличились. И, в частности, вот эти квантовые флуктуации, они вышли за горизонт. Но если они вышли за горизонт, то это значит, что мы утратили с ними причинную связь. И эти флуктуации, они как-то жили за горизонтом. Но потом инфляция закончилась, и началось время господства макин. При этом у вас горизонт двигался, и эти флуктуации оказались втянуты под горизонт. То есть мы опять с ними установили причинную связь. Вот эти квантовые флуктуации, они и явились основой зарождения, ну, туманности, не будем говорить, но каких-то таких макроскопических уплотнений материи. Вот. И звезды уже возникли только на более позднем этапе. То есть у вас раньше возникли вот эти, скажем, гигантские уплотнения материи, из которых, в принципе, могли образоваться черные дыры. А уже только потом образовались структуры типа голов. Это как бы новый взгляд, который видно. Но понятно все-таки, что это достаточно. Нужно писать какие-то формулы. Я могу говорить только слова, а слова и не все-таки одни. Дальше, пожалуйста. Да, ну это я пытался забрать про инфляцию. Это тоже пропустим, поскольку про галактики мы говорим не хотели. Вот. И теперь, смотрите, вот когда мы говорим, что, скажем, мы пытаемся понять, как образовались галактики в рамках стандартной модели. То, что мы говорим, что стандартная модель, это всегда дифференциальные уравнения. Какие дифференциальные уравнения нужно решить? Для того, чтобы решать дифференциальные уравнения, нужны какие-то начальные условия. Либо вот для эти начальные условия как раз и поставляют стандартная космологическая энергия. Они поставляют какие-то начальные условия, а дальше уже происходит развитие структур, согласно тому взаимодействию, которое вы заложите. Вот. Теперь, собственно говоря, некая гипотеза. Эта гипотеза, это вообще центральная гипотеза того, что я говорил, что в центре гипотеза, что в центре любой галактики лежит сверхмассивная черная дырка. То есть мы находимся на такой теории, значит, мы исповедуем такую теорию, что у нас вначале возникли вот эти гигантские туманы, в рамках которых возникли сверхмассивные черные дырки. Только потом на последующих этапах возникли звезды, понятно, эволюция которых очень тесно связана с эволюцией вот этой сверхмассивной звезды Хазе. То есть в центре любой галактики находится сверхмассивная черная дырка. Вот. Теперь, собственно говоря, ну, нужны же какие-то аргументы. Почему мы считаем, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дырка? Это аргументы трех типов. Это масса и размер. Ну, мы знаем, что масса и размер, они связаны с понятием гравитационного радиуса. И нужно посмотреть, лазит ли масса под правильную силу. То есть можем это назвать как, согласно теории Гаусса, как любой точечный объект, который находится в центре. И поэтому мы можем высчитывать орбиты тел, которые вращаются в черную дырку. Ну, и будем говорить, если они достаточно далеко находятся в черную дырку, где поле уже не очень сильное. Ну, наконец-то очень важной характеристикой является, насколько яркий и мы видим обе. Потому что, вот как очень много рассказывала Елена Юрьевна, совершенно у вас разная афференционная способность у твердых поверхностей, ну, и вот то, что я говорю, у горизонта Сауна. Ну, и, конечно, желательно, и не всему эта карта наплюсти непосредственно горизонт Сауна. Ну, самое простое, это, конечно, звездная дырка. Вот посмотрите, какая замечательная картинка. Когда мы смотрим на созвездие Стрельца, это там, где как бы находится галактический центр, то мы видим, что вокруг ничего, ну, давайте посмотрим в самый правый рисунок, да? Вокруг ничего вращается звезд. Ну, как они могут вращаться вокруг ничего? Я слышал, что там что-то, но мы понимаем, что вращаться можно только вокруг какого-то тех вещей, только вокруг какого-то телевизора. И вот, поскольку все-таки по космологическим масштабам галактический центр находится от нас очень близко, то мы можем там различать отдельные звезды. И вот есть там много звезд, но есть такая замечательная звезда, которая там в каком-то звездном каталоге, мы вот так много разбираемся, она обозначается С. И вот за этой звездой следили с 92 по 2002. Это 10 лет. Период обращения этой звезды 15. Поэтому видите, там есть не все точки. То есть вот там слева есть такие пустые места. То есть нарисованы точки наблюдения, поэтому вы знаете эллипс, по которому вращается это тело. Если вы знаете этот эллипс, то понятно, ничего не стоит, ну, найти ту массу, которая заставляет эту звезду двигаться в кое. Ну и наконец-то вот видите, дальше проходили, вот у вас была серия измерений в 90-10 лет, а потом с 92-го по 16-й год, сколько лет, это 24 года. Это почти, то есть это больше одного полного оборота, поэтому видите там, ну я плохо вижу, вот там в среднем рисунке там черные и красные точки начали налазать друг на друга. То есть уже в каких-то местах звезду видели, ну, два раза, и как видно, что она такие сорбители не схватят. То есть это самый точный способ вычислить что? Таким способом, конечно, вы можете вычислить массу черной дворы, которая находится внутри, ну, нашей головы. Эта масса оказалась равна... Ну да, вот мы можем вычислить все ее характеристики, так мы вычислили массу. Эта масса, оказалось, сравняется 4 с чем-то на 10 в 6-й солнечных масс. То есть представьте себе, эта масса ее, почему она называется сверхмассивной, ну, есть как бы черные дыры звездной массы, а эта масса в 10 в 6-й это миллиард, тогда в миллиард раз, в миллиард, в миллион, прошу прощения, в 10 в 6-й, я разогнаться в миллион раз больше массы Солнца. Если мы знаем ее массу, то мы можем вычислить гравитационный радиус. И дальше, если у нас есть приборы достаточного, вообще говоря, разрешения, то мы можем, вообще говоря, смотреть, где находятся размеры. И вылазят эти размеры за гравитационный радиус или нет. Ну, вот оказывается, что, на самом деле, можно все это аккуратно сосчитать и убедиться в том, что все-таки все подходит по черную группу. То есть что значит весело? Оказывается, вот видите, вот там нарисована светимость, она 10 в 36-й, она 10 в 36-й в секунду, да? А вот тот эдингтоновский предел, о котором мы уже говорили, да он 10 в 44-й. То есть видите, на 8 порядков меньше эдингтоновского предела. То есть это, вообще говоря, очень нехарактерно для твердой поверхности такая светильность. Вот. Теперь, что касается, чему все-таки в таких подметных величинах равен шарширка сыром. Если мы знаем масло, то мы его вычисляем. Он оказывается равен 9 радиусом Солнца. То есть это, конечно, невероятно компактный объект, правильно? Ну, представьте себе. Это все-таки же, ну, это космологически и масштабно. Размеры у него фактически, как бы, звездные. И, понятно, вообще говоря, нам некуда деться. Ну, в общем, там нам некуда деться, и мы должны считать, либо мы должны менять вообще все наши взгляды на то, что в космосе происходит, либо считать все-таки, что это черная дыра. И нужно, как бы, искать какие-то доказательства, как все-таки. И при этом мы говорили, что основным доказательством существования черной дыры, это является горизонт на плюсти, горизонт собой. Теперь, ну, вот здесь написано, на этом слайде написано, вот, скажем, в каком диапазоне частот, вот, скажем, вот, пиковое излучение. Вот, я сказал, что мы видим в радио, мы видим его, мы не видим в центро-квартическом диапазоне, но мы видим в радио диапазоне. Ну, вот, и, скажем, нам нужны некие телескопы, которые могли бы, могли бы вот работать в диапазоне. Дальше. Ну, давай вот так, допустим. Вот. А теперь мы подходим к самому главному, к самому для меня сложному. Потому что все-таки нам, ну, хотя бы напоследок, мы уже почти заканчивали, нам нужны какие-то плоды. Смотрите, о чем идет речь. Вот, все, наверное, сдавали механик. И, ну, вот, когда вы сдавали механик, вы изучали процессы рассеяния частиц. Вот у вас частицы рассеиваются на каком-то силовом цепке. И при этом у вас было фундаментальным понятием, при этом, был прицельный параметр. Ну, что такое прицельный параметр? Это, грубо говоря, момент, ну, что такое, ну, это произведение импульса на расстояние от цепка, да. И прицельный параметр, это как раз то, что входит в момент человеческого движения, да. И прицельный параметр определяет, на самом деле, если вы зададите прицельный параметр, то вы будете знать, по какой траектории двигается ваша частица. И вот представьте себе, что у вас откуда-то на чёрную дыру, ну, откуда-то мы знаем откуда. Поэтому, вот, Елена Юрьевна много рассказывала, из аккреционного диска падают заряженные частицы. Что будет делать? Ну, поскольку эти заряженные частицы падают в гравитационном поле, они будут падать ускоренно. Если они падают ускоренно, они будут испускать электромагнитное излучение. Поскольку это всё происходит в магнитном поле, такие патроны называются синхотронным излучением. Теперь смотрите, что будет происходить с этими патронами. Вот когда мы говорим, когда мы изучаем простое, вот я начал рассеивать, когда мы, скажем, у нас электрон падает на какой-то рассеивающий центр, то между электронами, этим рассеивающим центром, действуют кулоновские силы. Ну, эти кулоновские силы, как бы, фиксируют орбиту, по которой будет двигаться падающий электрон. На самом деле, то же самое происходит с фатоном. Фатон, хотя он, в общем-то, без массы, но потом несёт на себе энергию. Но мы понимаем, что в каком-то смысле, там, энергия может быть пересчитана по массу. И гравитационное поле чёрной дыры, оно действует на этот фатон. В результате этого движение фатона начнёт искривляться. Вот этот эффект, о нём много говорили на разных лекциях, называется гравитационным линзением. То есть действие гравитационного поля на фатон. Теперь смотрите, что получится. Вот у вас есть такая, ну, из общей теории относительности, ну, из вот методика, о которых я много говорил, следует вот такая простая механическая форма. Вот В – это прицельный парамет. То есть как далеко ваш фатон отстоит от центр гравитационного, на который он падает. РН – это минимальное расстояние, на которое может приблизиться ваша частица. Ну, а в знаменателе стоит 1 – дробь, которая входит в шварширговский радиус – это минимальная расстояние. Ну, вы понимаете, что если у вас величина стоит в числителе и в знаменателе, то вообще говоря, ну, функция может иметь минимум. То есть у вас есть минимум, скажем, такая, куда или не зависимость, либо ли не вытащить. И здесь довольно хитрая зависимость. Поэтому, если вы возьмете производную ДВ по вот этой ДР, то вы можете найти минимальное расстояние, на которое ваш фатон может приблизиться в чёрный дыр. Ну, это следующая сторона. Ну, вот если вы вот эти все вещи сосчитаете, видите, то когда вы положите ДВ на Р минимальное равно 0, то у вас окажется, что вот эта РН минимальная, оно равняется 1,5 шварширговских радиусах. То есть у вас на самом деле, ну, если вы высчитаете соответствующий прицельный параметр, то он окажется равный приблизительно 2,5 шварширговских радиусах. А шварширговский радиус мы можем посчитать, если мы знаем массу этого. И смотрите, тогда у нас получается, к сожалению, не бледная, но вот такая замечательная картина. Вот если летит потом, видите, вот эта линия, которая там гортона рисована, это летит потом. А вот это расстояние горизонтальное гости, это есть клецельный параметр. Если этот клецельный параметр достаточно большой, то что произойдет? Ну, потом как-то пролетит, видите, по какой-то такой, скажем, траектории и вернется назад. И наконец-то наступит такой момент, что вот наш фотон достигнет этого минимального расстояния. Вот это минимальное расстояние, если мы пролетим соответствующую сферу, эта сфера называется фотонной сферой. То есть те фотоны, которые попали внутри сферы, они уже как бы на бесконечность не вернутся. Они поглукают, но и потом упадут в черную, свалятся в черную дыру. И к чему это приведет? Это приведет к замечательной возможности наблюдать, непосредственно наконец-то наблюдать горизонт событий. То есть если у нас был бы телескоп такого разрешения, что мы могли бы видеть, что делается внутри вот этих двух с половиной, там, трех шваршильдовских радиусов, то мы бы увидели следующую замечательную картинку. Вот видите, у нас там дальше еще. Еще немножко дальше. Вот. Видите, мы бы увидели такую замечательную картинку вот внутри, наблюдаемую этой сверхмассивной черной дыры, мы бы увидели тень. То есть мы бы увидели черную вот такую область. Это та область, откуда ну как бы вот за счет этого линзирования фотонов, откуда в наш телескоп не могут попасть фотоны. Ну, на самом деле, конечно, видите, вот там дальше справа нарисовано как различные фотоны, в зависимости от того, под каким углом они отлетают, вот как они себя дальше ведут. Затягиваются ли они дальше, или могут идти на бесконечность. На самом деле, конечно, когда мы говорим, вот этот рисунок, то есть очень четкой тени, он сделан для примитивной шваршильдовской черной дыры. На самом деле, та черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, она вращается. А раз она вращается, то вся эта картинка, там метрика будет более сложной, и вся эта картинка более сложная. И в результате этого получается еще больше. Видите, вот такие достаточно тени, вот, ну, получается, таких вот картинок в последних статьях можно найти или вот. И все вот моделируют эту тень, которая должна получиться, если заработает вот этот объект, который сможет увидеть вот черную дыру. Ну, увидеть черную дыру, это значит увидеть тень от нее. Теперь возникает вопрос. Ну, вот тут дальше нарисованы разные варианты этой тени, в зависимости от того, как там вращается. Ну, таких рисунок миллион, потому что, в общем-то, ну, грубо говоря, поскольку буквально в следующем году должен быть, в следующем и еще через год должен быть проверить этот эксперимент, то, конечно, все к нему готовятся, и каждый хочет, чтобы именно его картинка оказалась совпадающей столь, которая увидит этот телескоп. Теперь, да, вот это, наверное, последнюю картинку у меня нет. Время заканчивается. Вот эта коллаборация, которая, эта гигантская коллаборация, которая собирается поставить в следующем или еще через год этот эксперимент, она называется, в виде его, ну, телескоп горизонта собора. Вот его начали как бы готовить еще в 2007 году, ну, и думают, там, в следующем или в 2020 году сделают этот эксперимент для нашей галактики. Есть еще недалеко галактика, которая называется М87, о ней тоже, я бы ее упоминала. Для этой галактики, хотя она находится дальше, тоже хватит углового разрешения, чтобы увидеть эту тему. Теперь спрашивается, кто же обеспечит это угловое разрешение. Вот, вы помните, Лена говорила о вот этих интерферометрах с большой базой, BLB. Она говорила, что вот эти интерферометры, они расположены в Америке. И поэтому фактически плечо, вы помните, я вам говорил, когда регистрировались гравитационные волны, но там предсчет интерферометра было 4 километра. А если вот эти интерферометы, то они сделаны таким образом, это просто разные телескопы, но они соединены компьютером, так что создается иллюзия, что это на самом деле один телескоп, но с базой, которая равна удалению между вот этими телескопами. Так вот, видите, вот здесь, в отличие американцев, в этом эксперименте принимает участие почти весь мир. Даже вот есть в Австралии, то есть на самом деле плечо уже не равно континенту, не порядка континента, как она говорила, это уже плечо порядка земли. И вот это разрешение, которое достигается, там нужно разрешение порядка микросекунды. И вот как раз такое разрешение, ну там можно посчитать, понятно, откуда берется это разрешение. Мы с вами знаем, что шваршильдовский радиус, это он порядка 9 радиуса Солнца, так? Знаем мы расстояние до галактического центра, 8,5 ккс. Ну, синус этого угла, посчитать, непонятно, что для каких углов всего есть просто углов, посчитать легко и понять, что мы видим этот объект под углом, ну, порядка микросекунды. Ну, понятно, что если мы хотим там увидеть какую-то структуру, то разрешение должно быть больше. Ну, вот это как раз вот разрешение, которое может быть достигнуто с помощью RBI интерференции. Поэтому вполне возможно, что уже через год мы получим не посвятые, а прямые доказательства существования горизонта Черной горы. А значит, если доказательства горизонта Черной горы, то есть просто Черная гора. Спасибо. 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 Спасибо.